Древняя столица Ании Древняя столица Ании Между Нуршеном и Ании протекает по ущелью река Ахурян. С 969 по 1045 годы Ании была столицей армянского царства Багратуни и была одним из культурных, религиозных и политических центров того периода. Ании, которая привлекала и привлекает внимание всего мира, своей архитектурой имела 100 тысяч жителей. В Константинополе открылась выставка, посвященная армянским художникам, внесшим большой вклад в османскую живопись. Выставка «Армянские художники» в Османской империи проходит в Canvas Art Investment Hall с 20 декабря по 20 января. Об этом сообщает турецкий новостной сайт SuperHaber, который напоминает, что армяне в Османской империи очень известны своими работами в области архитектуры и живописи. Они создали целый ряд творческих работ и ремесел от дворцовых украшений до театрального декора. От великолепной береговой линии пролива Босфор до формирования сертификатов депутатов первого Меджли соговорится в публикации. В Ираке возобновились акции протеста после того, как политикам не удалось договориться о кандидатуре нового премьер-министра. Как сообщает АФП, демонстранты жгли шины в крупных городах на юге страны, что привело к закрытию школ и правительственных зданий. Переговоры о кандидате на пост премьера зашли в тупик после того, как накануне вечером истек срок для определения кандидатуры. Демонстранты объявили о проведении акции гражданского неповиновения в южных городах Дивания, Насирия, Хали, Ткут и Амара, где в понедельник были закрыты школы и общественные здания. Турецкие СМИ сообщают, что президент Египта Абдельфа Тахасиси направил в Ливию танки и воинские части, чтобы предотвратить возможное турецкое вторжение в страну. Об этом сообщает сайт Депкафайл, близкая к израильским спецслужбам. Сообщается, что помимо танков и воинских частей, египетским военным воздушным силам было приказано подготовиться к возможным действиям против Турции. Ранее Турция объявила о намерении отправить войска в Ливию. Турецкая пресса рассматривает шаги Египта в ответ на это заявление. Россия будет делать все возможное для содействия и восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии, сообщил глава МИД Сергей Лавров. США при помощи беспилотников четыре дня назад атаковали нефтеперерабатывающие объекты в городе Хомс, заявил глава МИД Сирии Валид Муале. США, используя свою незаконную военную базу, в Ватт-Танфе направили беспилотные летательные аппараты в Хомс и нанесли с них авиаудары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, сказал он в понедельник в начале встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Муалем подчеркнул, что это происходит зимой, когда сирийцам очень нужны нефть и газ, и также заявил, что Сирийская Арабская Республика в настоящее время подвергается турецкой агрессии. Национальный филармонический оркестр Армении во главе с художественным руководителем и главным дирижером Эдуардом Токчаном выйдет на гастроли в Китай. Как передает Армен Пресс, выступления оркестра пройдут с 27 декабря 2019 года по 9 января 2020 года. Оркестр выступит с 10 концертами в концертных залах 9 городов Китая. Будем выступать в лучших залах Китая от Большого театра Шанхая до Пекинского театра национальной оперы. В программу включены отрывки из произведений Маскарад, Спартак, Хачатуряна и Щелкунчука, Чайковского, Ромео и Джульетты, Прокофьева и Шахерезады, Римского-Курсакова, сказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Эдуард Токчан. Гастроли были организованы при посредничестве китайских агентств Armstrong International Music и U-Ride Music Management Англии при содействии Министерства НОКС-ЭРА. В Дохе завершился розыгрыш Международного кубка Катара Олимпийский рейтинговый турнир. Вице-чемпион мира Гор Минасян завоевал золотую медаль в весовой категории плюс 109 кг. В этой же весовой категории другой представитель Армении бронзовый призер Европы Рубен Алексанян занял второе место. Минасян стал чемпионом в результате в сумме двоеборья 424 кг, 198 плюс 226. А Алексанян набрал 416 кг, 180 плюс 236 кг. Западная Армения поздравляет армянских спортсменов и желает им новых побед. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Гуссан Шарян. Гуссан Шарян Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok